Если говорить о механизме, как мужчина вообще бросает женщину, я вам сейчас расскажу. Понимаете, женщина, она может любить кого угодно, кошечку, ребенка своего, подружек, маму. И это полноценная настоящая любовь, понимаете, которая дарит человеку стабильность в жизни. Мужчина вот такую полноценную любовью может любить только женщину, причем не маму, не дочку, а именно жену, понимаете. И через нее уже, через жену, дальше он может любить дочку, маму и так далее. Ну то есть жена для него, это как линза, через которую энергия любви в разные стороны идет. Если эта линза жестить начинает, он получает вот так. У него не поступает эта энергия, ему становится очень одиноко жить. И какое-то время он может пожить так. Но потом приходит время, и какие-то, ну, такие мужчины, у которых нехватка энергии любви, они для женщин как эти, как лакмусовая бумажка, понимаете. Женское сердце чувствует таких мужчин. Почему? Потому что мужчины, которых сильно не хватает любви в сердце, они реагируют на женщин, особенно на одиноких. И поэтому вот это и происходит. Мужчина истощенный, как бы у него в сердце не хватает вот этой взаимности, гармонии. Женщина жестит с ним постоянно, недовольная. Вот. Приходит время, и он просто влюбляется. Почему? Потому что он истощен, ему нужна эта энергия любви. Так женщина теряет своего мужа. Такой процесс, механизм. Иногда бывает так, что просто люди живут долго вместе. И вот эта энергия любви, влюбленности, она тает, тает, тает. Это когда, ну, 15 лет, там, 20 вместе живут люди. Тает, тает, тает. И в это время женщина должна очень сильно заниматься духовной практикой, чтобы любовь перешла на другой уровень. Скачок произошел в любви. Тогда он не уйдет, потому что в нем просыпается чистое, светлое чувство такое к жене. И тогда семья может быть сохранена.